В мае 1682 года, после смерти царя Фёдора Алексеевича, в Москве вспыхнуло стрелецкое восстание. Разыгралась борьба за власть между боярскими кланами Милославских и Нарышкиных. Милославские натравили на своих противников московских стрельцов, и началась страшная резня. Многие бояре были убиты. В результате власть перешла к царевне Софье Алексеевне. Но в любой момент стрельцы могли обратить свои бердыши против Милославских. Уважали они только своего командира, главу стрелецкого приказа, боярина, князя Ивана Андреевича Хованского, которого называли батькой. Чтобы расправиться с могущественным князем, царевна покинула Москву и уехала в Троице Сергиев монастырь. Туда были вызваны дворянские полки, и только собрав силы, царевна решилась призвать к себе Хованских, для того, чтобы подвергнуть их скорому и несправедливому суду. Князя Ивана и его сына Андрея призвали якобы на заседание Боярской думы. По дороге их схватили, зачитали им смертный приговор и в селе Воздвиженском, неподалеку от Троицы Сергиевого монастыря, отрубили головы. По приказу царевны Софьи, тела Хованских были брошены в болото на Галыгинской гате. Местное предание гласит, что в полночь там слышны стоны. Иногда призраки выходят на дорогу, встречают прохожих, умоляют их свидетельствовать об их невиновности. И при этом старый князь Иван снимает свою голову, как шапку, и кланяется. Субтитры создавал DimaTorzok